В этом выпуске прогноз по основным валютным парам и драгоценным металлам, макроэкономические новости, обзор календаря экономических событий, а также видеоуроки для опытных и начинающих трейдеров. Курс валютной пары евро-доллар открыл текущую неделю минимальной волатильностью, торгуясь фактически в районе уровня закрытия предыдущей сессии 1.11.10. Минимальная динамика движения пары выглядит закономерно, учитывая ожидания публикации индексов деловой активности двух крупнейших экономик еврозоны – Франции и Германии, а через некоторое время и консолидированного индекса по объединенной Европе. Если опрос руководителей ведущих предприятий Старого Света продемонстрирует позитивные ожидания, то мы увидим рост пары к уровню сопротивления 1.11.70 и в случае его преодоления до уровня 1.12.50. В том случае, если менеджмент европейского бизнеса окажется скептичным в своих оценках, то курс может протестировать уровень поддержки 1.10.70. Ключевым событием минувших выходных, определившим высокую волатильность курса британского фунта, стало объявление даты референдума по выходу Великобритании из Европейского Союза. Образовавшийся ценовой разрыв снизил значение курса более чем на 130 пунктов. Однако достигнутый уровень поддержки 1.42.50 и отсутствие направленной динамики на азиатских торгах давало основание предположить, что гэп может быть закрыт уже в ближайшие часы. Открытие торгов в Европе сделало реализацию данных ожиданий маловероятной. Поддержка идеи выхода Соединенного Королевства из ЕС со стороны крайне популярного среди британцев мэра Лондона Бориса Джонсона и шести министров действующего правительства стали основанием для продаж валюты Соединенного Королевства европейскими трейдерами. Пробитие уровня поддержки 1.42.50 уже позволило курсу снизиться к отметке 1.42. И судя по текущей динамике, снижение продолжится к значению 1.41.50. Обратите внимание, завтра в 13.00 по московскому времени состоится выступление главы Банка Англии Марка Карни. Речь Карни может увеличить волатильность и открыть возможность заработка на движение британского фунта. В долгосрочных прогнозах аналитиков JP Morgan и Goldman Sachs восходящий тренд пары британский фунт-американский доллар. Следите за событиями, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Открыв торги на этой неделе снижением и потеряв около 10 долларов, цена на золото встретила мощную поддержку покупателей на отметке 1.216 долларов. Попытки продавцов преодолеть этот уровень на данный момент не увенчались успехом, и котировки консолидировались в пределах ценового коридора 1.215-1.217 долларов. Укрепление американской валюты будет способствовать возобновлению попыток продавцов продолжить движение вниз к целевым уровням 1.212 и, возможно, 1.208 долларов. Ближайшие сопротивления покупателей расположились на уровнях 1.220 и 1.223 доллара. Цены на серебро, повторяя, нисходящее движение по золоту вплотную приблизились к поддержке 15 долларов 17 центов. Стабилизация фондовых рынков снижает интерес инвесторов к активным убежищам, и восходящее движение нескольких последних недель явно теряет силу. Возобновление продаж приведет к снижению котировок до отметок 15 долларов 10 центов и 15 долларов 5 центов. При активизации покупателей следует ориентироваться на сопротивление 15 долларов 20 центов и 15 долларов 25 центов. Информационный видеоканал Максим Маркетс теперь в прямом эфире на Ютубе. Подпишись и будь в курсе. Подпишитесь на канал Максим Маркетс ТВ. Будьте в курсе событий. Для подписки перейдите на сайт Ютуб по значку в правом нижнем углу видео. Нажмите на красную кнопку подписаться. Будьте в курсе событий. Открывайте сделки. Зарабатывайте на новостях. Субтитры создавал DimaTorzok